Жители Апатитов провели один день в Японии без виз, билетов и валюты. Страна восходящего солнца сама перенеслась к нам в рамках 2018 года, который объявлен годом Японии в России. Культурой Востока прониклась библиотека семейного чтения в Старых Апатитах. Оригами, суши, танцы с феерами, единоборство и японская каллиграфия стали захватывающими развлечениями для всех желающих. В течение целого дня в библиотеке семейного чтения, как в настоящей Японии, яблоку негде упасть. Дети пришли на мастер-класс по приготовлению суши. Где, как не здесь, можно просто так впервые попробовать васаби и имбирь, а еще самим слепить рисовые жгутики с водорослями нори. Готовят повара из Апатитского политехнического колледжа вместе со всеми желающими. Юный Захар, как и многие другие дети, делает суши в первый раз, затем пробует собственное блюдо. Какие вкусовые ощущения? Очень вкусно и очень чувствуются крабовые палочки. Напоминает что-то по вкусу или тут индивидуально? Тут индивидуально. Яркие впечатления остались от имбиря. И жжется сейчас язык, прямо как сейчас перец съел. А вот танцуют красавицы с Востока. В них можно узнать учениц Апатитской 4-й школы. Девочки подготовили номер специально для встречи. Национальные костюмы и вера сделала их руководитель. Теперь на сцене борцы. Ребята из детско-юношеской спортивной школы. К японскому сюжету они подошли с российским юмором. Девочки побили мальчиков. То, что мы, девочки, избили нас, это тоже мы придумали, чтобы всем было весело. Чтобы посмеялись все. Мы тут уже второй раз выступаем. Именно вот так тут. Тогда нас тоже девочки избили. Молодцы, ребята. Только тогда у нас было шестеро. Ну, нет, нас было больше. И там, как бы, маты были. Мы на улице выступали на 9 февраля. Вот. И, как бы, там мы боролись, как бы, бросочки показывали. За столом мастер-класс по оригами. Делают японских журавликов. Ведущая рассказывает истории про японскую девочку Садака Сасаки. После атомной атаки на Хиросиму она заболела лейкемией. Садака и другие дети верили, что если сделать тысячу бумажных журавликов, можно выздороветь. Девочка сделала только 644 журавлика. Садака погибла от лейкемии. Бумажная птица стала призывом к миру, чтобы таких трагедий больше не было. Японский журавлик символизирует счастье и долголетие. Потому что в иероглифе журавлика есть символ черепахи. Еще японцы верили, что журавлик может обретать тело кого угодно. Дети обступают каждый мастер-класс. Им нравится познавать японскую культуру. Тут все как в Японии. И танцы, и битва, и даже на реставале аэроглифов. Это означает долголетие. Вот это удача. Это счастье и человек. Японскую встречу организовали библиотекари. Оформляли все сами. Готовились день и ночь. И дома тоже готовились. Потому что это для нас новый опыт. Хотелось сделать его хорошо. Это мероприятие провести. Все впервые. Ну не знаю, получилось так, как получилось. Я думаю, что успешно. Событие стало аншлагом. Детям очень понравилось. День Японии открыл череду культурных событий. Встречи в России со страной восходящего солнца будут в течение всего года. Который объявлен годом Японии в России.